Если возьмёмся, нам будут за два дня все будут в масках ходить. Даже спать в масках будут. У них маленько другой подход. Не трогать население, не волновать. Я как руководитель штаба говорю волновать. Составление правильности материалов, которые дальше будут направляться в суд. Поэтому выходные у меня будет на 100% увеличена плотность снаряда именно с этой проблемой. Мы готовы работать дальше. Иначе вот действительно мы скатимся и экономику ударим. Расслабились, я согласен. Надоело, устали. Мы всё делаем. Ну это можно сделать. Но надо всем взяться. Нам дать рычаги. Нет у нас рычага. Нет у меня рычага. Я вот сейчас говорю начальнику АТП, своему муниципальному, с утра вот так. Он начинает, а как, что, чего и почему. Потому что за ним стоит другой меч, который лишит его работы вообще. Я согласен. Вот, Евгений Владимирович, Тюмень, рядом у нас Тюмень. Когда вот это началось, ни один в автобусе без маски не ехал. Потому что заходила Росгвардия, сразу их вытаскивали и штрафовали. Автобус не останавливали. А этих граждан везли в отдел, с ними разбирались. Потом, может быть, их даже не наказывали. Но сама процедура, быстро это распространилось. Я к своим обращаюсь. Подождите, подождите. Вам что мешает сейчас провести в рамках штаба и дать соответствующие указания решениям штаба? Органам внутренних дел заниматься именно этим. Что мешает, я не пойму. Мешает сегодня наш штаб. Вот, давайте честно скажем. Наши штабы вообще ничего не решают. Вот к чему там мы отчитываемся? Вот сейчас отчитали все. Прививки там, это все красота. На самом деле, какая красота там. А что у нас тогда заболевших-то столько, если у нас так... Вот мы все делаем. У нас... Нет, подождите. Игорь Леонидович, вас, вас вводят до конца, ваши помощники не говорят. Я думаю, мне опять попадет, может быть, скажут опять этот провокатор и этот самый, кто он, навожу панику. Я к своим тавдинцам обращаюсь регулярно. Вот обратился, попугали их, там сказали, утром еду, все в масках. Проходит, ну, мне же сказали, ты не выступай, только официальные лица области должны говорить, сколько у нас заболевших, сколько это. Извините, конечно, я тут, может, опять наговорил лишнего, но вот суть она такая. Мы вот, если возьмемся, нам дадут за два дня, все будут в масках ходить. Даже спать в масках будут. Но для этого надо решить. Вывезти всю, вот, выведем 200 человек полицейских на два дня. У нас преступности нет. Я не знаю, что они там делают. Что мешает сейчас это сделать? Объясните мне. Мне нужен указ, вот ваше распоряжение жесткое. Я вам даю такое поручение. Все, бумагу дайте мне, и все. Какой бумагу дайте мне? Ну, что, у меня сидит начальник общественной безопасности, он все слышит. Но завтра ему генерал скажет, может быть, другое, потому что у них маленько другой подход. Не трогать население, не волновать. Ну, как, я откуда знаю, почему. Значит, я как руководитель штаба говорю, волновать. Вот, правильно. Волновать население. Потому что мы потом будем волноваться с вами полгода еще в самоизоляции. Так оно сегодня уже накатывает. И хотел сказать это. Вот малым городам нам дали 6 тысяч доз на 40 тысяч жителей. Вот Серову дали 46 тысяч на 90 тысяч жителей. Сколько там. Нам не дают. Каждую неделю мы отчитываемся, что мы прививки не делаем. Так, дайте уже нету доз, Евгений Владимирович. Нету. Мы вам отдаем все, что у нас есть. Поэтому будут дополнительно, дополнительно отдадим. Поэтому, что ли. Нас от коронавируса привейте. Всех глав первыми. Мы-то работаем каждый день с ними, каждый день с населением. Нас-то привейте. Прямо завтра привью. Значит, я только не могу понять на самом деле. Объясните мне, во что в рамках штаба начальник начальник МВД не слушает, что ли? Да все слушают. А в чем дело? Ходят. Ну так. Не могу я полицию всю поднять. Значит, а то, что там два попрестника ходят, значит, каждый день. Ну, честно. Это не то. Я думаю, что Александр Андреевич нас слышит и соответствующее указание даст по территориальным отделениям. Давайте потом по тавде отработаем, покажем всем, как надо заставить население ходить в масках. Евгений Владимирович, у меня предложение. Завтра у нас в главке будет рабочее заседание рабочей группы, которое выглавляет начальник полиции. Значит, я приглашаю на нашу площадку, на заседание рабочей группы представителей Министерства общественной безопасности области, Министерства транспорта и представителей Роспотребнадзора. Значит, в режиме ВКС у меня будут все руководители территориальных подразделений, ну, и с приглашением кто-то главы или кто ответственный за это направление. У нас сегодня действительно у самих озабоченных, у нас вот эти четыре дня в главке целых подразделений плюс 35 заболевших. Мы тоже видим эту проблему, и я готов. Нам не привыкать, кстати, работать на усиленном варианте выходные дни, и мы будем работать. Только вот когда у нас некоторые главы начинают обозначать сначала полиция, а все остальные, то, уважаемые коллеги, вы там про себя тоже не забывайте. Если мы работаем в выходные, то вы тоже отложите свои дачи, огороды и тоже будьте добры выходить работать вместе с нами. И поверьте, и мой личный состав в выходные будут работать. И будут работать по усиленному варианту. И ГИБДД, и патрульно-постовая служба. Те, которые будут на усиленном варианте, именно будут заниматься этой проблемой. У нас действительно проблемы сегодня. Мы их немного запустили. И, к сожалению, я сегодня должен констатировать, вот эти наши расследительные беседы, мы, извините, пятую часть протокола выносим предупреждение, которое ничего никому не влияет. Наши граждане уже, извините, немного расслабить. Что касается работы Министерства общественной безопасности, то я готов выделить достаточное количество сотрудников, опытных, которые занимаются административной практикой, обеспечить технический процесс именно составления правильности материалов, которые дальше будут направляться в суд. Чтобы помочь министерству, чтобы не получилось, как у нас там прошлое начало, когда у нас очень много протоколов. Потом мы ушли на предупреждение или вообще прекратили. Поэтому в выходные у меня будет на 100% увеличена плотность снарядов именно с этой проблемой. Мы готовы работать дальше. Только единственное, я понимаю собачьи Дмитрия Николаевича, и, к сожалению, главы, что некоторые тут возможности у нас все грамотные стали. Но я понимаю, что есть другие меры, методы, ими воспользоваться. Но есть моменты, когда Дмитрий Николаевич говорил, что, к сожалению, некоторые у нас моменты не работают. Поэтому завтра приглашают на 16.00 на заседание к нам, на нашу площадку. В режиме выгодится, у меня все будут руководители, они получат конкретные указания на выходные дни. А дальше мы посмотрим. Спасибо. Я думаю, коллеги примут участие в этом. Продолжение следует...